В кромешной тьме появился свет надежды. Нижнекамского мальчика, уже полгода не выходящего из комы, хоть сегодня готовый прооперировать в израильской клинике. Германа Казанцева сбила машина. С тех пор жизнь семьи превратилась в бесконечный поиск путей спасения ребенка. И вот выход есть, да только средств на него не хватает. Как присоединиться к тем, кто уже помогает мальчику? В сюжете. Гульнара не отходит от сына ни на минуту. Уже несколько месяцев жизнь матери и сына ограничена метрами маленькой съемной квартиры. Очень часто здесь бывают гости. Недавно принимали казанских врачей. К сожалению, помочь мальчику они не могут. Если бы можно было здесь сделать, неужели бы мы куда-то так далеко собирались? Это же от безысходности. Родители разослали историю болезни Германа во все известные зарубежные клиники. Две недели назад пришел ответ. Откликнулись израильские медики. Я показал ваш видеофайл нашему персоналу в отделе. У вас замечательный мальчик. Мы постараемся ему помочь. Это медицинский центр Шиба, Израиль. Все на английском, конечно. Но тут цифры хоть можно увидеть. Один месяц лечения в израильской клинике стоит почти миллион восемьсот тысяч рублей. Весь курс лечения – это пять месяцев. А это не меньше шести миллионов. Таких денег у семьи нет. Общая сумма. Тут сто семьдесят шесть тысяч рублей. Это как раз деньги, которые несли в куб и вот собрались. Большое спасибо. Большое спасибо. Нижнеканцы активно помогают. Деньги в куб, установленные в местной телекомпании, несут студенты, пенсионеры и рабочие. Родители мальчика надеются и на помощь крупных предприятий. Ведь счет идет уже на дни. Деньги на оплату лечения нужно собрать в ближайшее время. С каждой уходящей секундой уходит и шанс на выздоровление Германа. Средства можно перечислять и на номер мобильного телефона папы Германа.